Капитальный ремонт бассейна «Динамо» находится под контролем общественности. Соблюдение сроков и качества работ проверяют не только городские власти, но и в Волокжане, которых волнует судьба важного для Волокда спортивного объекта. Здесь висели, что было, тут целая сталактивная. Видим свежие стены, свежий кирпич, все очищено. Лесень, ну вот, смотрите, все убрано, полностью чистота, порядок. Действительно, даже сейчас, во время ремонта, бассейн «Динамо» выглядит лучше, чем в последние годы работы. В Волокжане, годами посещавшие бассейн, водившие сюда своих детей, внимательно следят за тем, как идут работы. Андрей Ишин занимался плаванием всю жизнь. Когда появилась дочь, увлек плаванием и ее. Внезапное закрытие бассейна вызвало недовольство не только у него, но и у других родителей. Народ, конечно, возмутился, в том числе, еще раз повторю. Мы создали инициативную группу по защите бассейна «Динамо». Нас поддержала администрация в этом вопросе. Буквально через два дня отреагировал губернатор Олег Александрович Кушинников. Мы увидели вот эту сплоченность, когда общество объединилось с властью, потому что все увидели, что дело нужно. Совместными усилиями удалось добиться сначала передачи здания в аренду городу, а в будущем и в муниципальную собственность. Параллельно начался долгожданный капитальный ремонт. Члены инициативной группы держат ход работ на контроле, чтобы быть уверенными, их дети смогут вновь получить возможность заниматься плаванием. Побывав на спортивном объекте, представитель общественности остался доволен. И то, что сейчас начались такие крупномасштабные работы в этом бассейне, перспективы, что бассейн все-таки к лету откроется, нас всех очень радует. Но есть, конечно, ложка дегтя, потому что появились определенные личности, так называемая позиция в нашем городе, которых не устраивает. Такие моменты, потому что в голове у них не укладывается. Как это так? Власть сплотилась с обществом и сделали какое-то благое дело. Эта мечта скоро станет реальностью. Ко дню города бассейн должен открыть свои двери для всех желающих. Подрядчики обещают в срок уложиться. За два месяца сделано уже многое. На третьем этаже провели отделку помещений. На третьем этаже отделку помещений. И ванной, ванной в чаши бассейна, гидроизоляцию стен. Ждем теперь только, когда будет проведена вентиляция под потолком. И приступим. В чаши будем гидроизолировать уже полы. На втором этаже тоже под отделку готовят. Где-то у нас под гипс-картон есть, под потрясные потолки. После ремонта от привычного бассейна «Динамо» мало что останется. Современный спортивный объект, удобный и безопасный, будет открыт как для профессиональных пловцов, так и для любителей. Екатерина Василенко, Артем Смирнов. Вологда. Портал. Продолжение следует...